Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Делегация республики в числе руководителей муниципалитетов побывала на территории СВО и встретилась с нашими бойцами. Им доставили продовольствие, лекарства и оснащение. Автолюбитель решил, что проспект Ленин на трек для гонок и крутых виражей. Правонарушитель задержан и привлечен к административной ответственности. 25 многодетных семей Черкеска получили землю в южной части города. Кто имеет право на шесть соток и каков порядок предоставления земли? Мясная и молочная продукция, овощи, фрукты, хлебобулочные изделия от производителя. Что представили на традиционной весенней ярмарке? По поручению Рашида Тимрезова, глава Карачаевского района Спартак Кущетеров, Прикубанского Ахмат Семенов и мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов встретились с военнослужащими из Карачаево-Черкесии, посетив места дислокаций. Руководители муниципалитетов пообщались с земляками в зоне специальной военной операции, передали теплые приветы, узнали о потребностях военнослужащих. Делегация из республики направилась к грузам, состоящим из запасов продовольствия, лекарств и оснащения. По запросам наших земляков, участников СВО, на передовую переданы технические средства, такие как тепловизоры, портативные электростанции, тактические бинокли и другие. По поручению Рашида Тимрезова, в ближайшее время делегации всех 12 районов и городских округов Карачаева-Черкесии будут лично встречаться с нашими ребятами, выполняющими задачи в зоне СВО, чтобы из первых уст узнать, чем сегодня живут наши бойцы, какое налажено взаимодействие с домом и какие возникают вопросы у членов их семей. В каждую поездку будет собрана очередная партия дополнительного оборудования и специального груза для военнослужащих, сказал глава региона. Бойцы 34-я бригада, жители республики, хотим по российскому ревнуру вагонах, Рашиду Бориспиевичу за его поддержку, мы ее на себе чувствуем. С первого дня, когда вы еще приехали к нам туда в бригаду на базу, Рашид Бориспиевич, я думаю, что мы достойно выступим на данном. В общем, данные условия, неизбенностью вернемся на одно из культурных стежек поездок. Спасибо вам еще раз. Говорю от всех ребят, которые со мной рядом. Дрифтер, совершивший опасные маневры в центре Черкеска, привлечен к административной ответственности. На видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей, видно, как водитель белого «Лексуса» с иностранными государственными регистрационными знаками совершает опасные маневры, в том числе выезд на полосу встречного движения на перекрестке проспекта Ленина и улицы Умаралиева. Сотрудники госавтоинспекции установили личность водителя. Им оказался местный житель 2001 года рождения. Правонарушитель заплатит за развлечение штраф. Кроме того, по решению суда, водителю иномарки назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. 25 многодетных семей Черкеска получили землю в южной части города. С начала исполнения регионального закона о власти республиканской столицы раздали данные категории населения около 800 участков. О том, кто имеет право на получение с 6 соток. В репортаже корреспондент Артур Амхце. Эти кадры были сняты в июле 2014 года. Реализация в Карачао-Черкесии регионального закона об улучшении жилищных условий для многодетных семей позволила властям Черкеска вручить документы на 6 соток земли первым 149 участникам программы. На данный момент в очереди на получение в собственность территории под индивидуальную жилую застройку числится около 900 таких семей. И это при том, что почти столько же уже воспользовались своим правом. Для постановки на учет в качестве нуждающихся в получении земельных участков граждане должны соответствовать следующим требованиям. Это дети должны быть рождены не ранее 17 июня 2011 года. Также в собственности у семьи не должно быть 15 квадратных метров на каждого члена семьи. И также от государства человек не должен был получать собственный земельный участок. Порядок предоставления земельных участков людям зависит от даты подачи ими документов. То есть своего рода живая очередь. Первые 6 соток многодетные пары получали в южной части Черкеска, неподалеку от нынешнего местоположения городского отдела полиции. Затем в течение трех лет земля выделялась на востоке республиканской столицы. В 2023 муниципальным властям удалось найти территорию рядом с МЧС. Поэтапно невозможно проанализировать все земельные участки в разных концах города, в разных частях города. Поэтому управлением имущества прорабатываются определенные кварталы. Если в 2012 году по 2019 год прорабатывалась южная часть города и изыскивались там земельные участки, то они там и предоставлялись семьям. С 2020 года по 2022 год мы прорабатывали как раз таки восточную часть города полностью, где выявили вот эти свободные 265 земельных участков, также предоставили. В этом году из-за того, что земли в городе не так много, мы уже точечно прорабатывали каждую часть города и выявили 25 земельных участков в южной части города. Почему предоставление земли осуществляется путем жеребьевки? Это, можно сказать, оптимальный способ избежать возможного недовольства. Почему мы проводим жеребьевку? Путем, если вы видели, это когда в барабанах помещаются шарики с номерами, и уже каждый член семьи, который приглашается, он сам выбирает, как можно так сказать, свою судьбу, где именно расположен его участок. Чтобы как раз таки не было вопросов, что кому-то предоставили лучше земельный участок, кому-то хуже. Тут абсолютная открытость, что ты извлек из барабана, с каким кадастровым номером шарик, тот земельный участок нам облагается. Как отметили в мэрии Черкеска, сама программа бессрочная. То есть все, кто стоит в очереди за шестью сотками для многодетных семей, непременно их получат. Правда, если человек трижды отказывается от предложенного варианта, он может быть исключен из очереди. После чего придется подавать пакет документов заново, чтобы оказаться уже в хвосте списка. Артур Макцей, Ислам Румов, Вести, Карачао, Черкесия. Содействие занятости населения республики. О реализации данной программы говорили на пресс-конференции в Центре занятости населения Черкеска. Одним из наиболее значимых направлений является трудоустойство инвалидов. Приглашаются к сотрудничеству предприятий и организаций, нуждающихся в оборудовании рабочих мест для граждан с инвалидностью. Начальник отдела занятости Елена Жадькова рассказала и про временное трудоустройство. В 2023 году программа успешно реализована. Так, гражданин ранее трудоустроенный временно будет принят на постоянное рабочее место в ту же организацию. Трудоустроены они были по таким профессиям, как медицинская сестра, специалисты, сторож, помощник повара, юрист. В основном рабочие места оборудованы компьютерной техникой, рабочей мебелью, техникой медицинского назначения, сплит-системами для создания благоприятных микроклиматических условий. В текущем году также из республиканского бюджета выделены средства для оснащения 17 рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. Центр занятости населения осуществляет выплату материальной поддержки таким гражданам, которые участвуют во временном трудоустройстве. Размер материальной поддержки оговаривается в договоре между Центром занятости и работодателем. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем в прямом эфире. В Черкесске состоялась традиционная весенняя ярмарка. Она организована Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством промышленности, энергетики и транспорта республики по поручению главы Карачева Черкесии в целях обеспечения жителей качественной продукции по ценам нежерыночных напрямую от производителей, а также для создания условий сельхозпроизводителям республики и по реализации и повышению конкурентоспособности. Алла Качева с подробностями. Впервые сельскохозяйственная весенняя ярмарка проходит на территории торгового центра «Лента». Свою продукцию представили 120 сельхозтоваропроизводителей Северного Кавказа. И причем по ценам нежерыночных на 15-20%. Ведь для многих ярмарк – это место, где с выгодой можно закупить сельскохозяйственную продукцию, для других же наоборот – продать излишки с личного подсобного хозяйства. Поехали к вам в Черкесную ярмарку и всегда рады. Приезжаем каждые полгода, каждую ярмарку. Всегда хорошая торговля и доброжелательные люди. Спасибо, что проводите. А вы откуда приехали? К Кисловодск. Ага. И что у вас в ассортименте? В ассортименте рыба свежая, копченая, вяленая. И мясная продукция тоже копченая, вяленая. В целом, ассортимент ярмарки был невероятно широк. Напрямую от производителей на ярмарку привезли мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия. Также здесь можно было купить мед, рыбу, промышленные товары, сельскохозяйственный инвентарь. Разнообразными были ряды с посадочными материалами. Семена, цветы, ягодные и декоративные культуры, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Молочная продукция и не только представлена на ярмарке инициативной группой «За наших». Сегодня у нас молочные продукты, хычины, как всегда, и сладости, тоже приготовленные дома, руками наших активисток. Марина рассказывает, что все вырученные средства будут направлены в помощь военнослужащим в зоне СВО. Министр сельского хозяйства Карачева-Черкесия Анзур Баташев и исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта республики Мурат Гапов лично осмотрели представленную на ярмарке продукцию. Они пообщались с товаропроизводителями и убедились, что все они соблюдают низкую ценовую политику. Министры поприветствовали и поблагодарили всех участников ярмарки от имени главы Карачева-Черкесии, по чьей инициативе и было проведено мероприятие. А самые активные участники были отмечены благодарственными письмами и грамотами. «Сегодня для вас открыты все двери на рынке России. Сегодня вы сможете заменить импортные товары с нашими товарами. У вас это получится. А наша задача – поддерживать вас с различными программами. Развивайтесь». Ярмарка сопровождалась выступлениями творческих коллективов республики, а также мастер-классами по выпечке и изготовлению сыра. Артисты подготовили яркую и по-настоящему праздничную программу для жителей республики, посетивших мероприятие. Как говорится, все остались довольны. «Очень приятная обстановка, ярмарка шикарная, продукты шикарные, хорошие цены. Все нравится, всего полно, всего достаточно. Хорошо». А что вы приобрели, если не секрет? «Не секрет, я приобрела красную рыбу, приобрела зеленый чай, деревья. Очень нравится». Алла Качива, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Как весеннее витаминоз укрепить иммунитет? Дальневосточные деликатесы, богатые жирными кислотами, в этом очень помогут. Ведь в дарах моря есть все необходимые витамины. С Камчатки напрямую в Черкесск приехала ярмарка «Дивный дар» с 18 по 23 апреля включительно. В ассортименте рыба холодного и горячего копчения. Слабосоленая, вяленая, соленая, икра черная и красная. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Впервые в Черкесске открылась ярмарка «Дивный дар», где можно отведать свежую рыбную продукцию, никуда не выезжая. Тем более ассортимент очень богат, среди которого королевский лосось. Это чавыча. Немногие про нее знают. Эта красная рыба богата витаминами А, В, С, Д и Е. И еще это чистейшая омега-3. Она приготовлена в нескольких видах. Это чавыча-юкола, вяленая, копченая рыбка. Ее вывяливают на свежем воздухе и солнышке. Рацион, насыщенный омега-3 и 6, не только укрепляет иммунитет, но и омолаживает человека. Мы привезли вам рыбку холодного копчения, рыбку горячего копчения, слабосоленую, вяленую и вялено-копченую рыбку. Также у нас представлена тихоокеанская рыбка. Это марлин и тунец. Рыбка вся очень вкусная, полезная. Рыбка доставляется у нас с рефрижераторами. За счет этого рыбка ни разу не переморожена и долго сохраняет свой вкус. Также нашу рыбку можно замораживать. Дорогие гости, мы будем рады видеть вас на нашей ярмарке. Любую рыбку мы даем попробовать. Можно все продегустировать. Будем рады вас видеть. В Дивном Даре не только помогут выбрать вкусные деликатесы, но и подскажут, как сохранить их пользу на долгое время. Узнать о полезных секретах и попробовать камчатские деликатесы в Черкесске можно с 18 до воскресенья 23 апреля включительно. По адресу Черкесск, переулок Заводской 3А, территория троллейбусного округа в районе колхозного рынка. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите заключительные серии фильма «Любовь преодолеет все». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин